Мат, драки и даже погони. Чего только не происходит на дорогах Твери. Так, в последний год стали обычным делом скандалы с рукоприкластом на глазах у сотен очевидцев. Такие действия часто попадают в объективы смартфонов, а видео собирают в социальных сетях миллионы просмотров. В последний месяц тверские паблики облетели короткий видеодрак в автобусах. А последним хитом, если его можно так назвать, стал ролик, снятый случайным свидетелем драки между двумя водителями, попавшими в ДТП. Откуда в людях столько агрессии, задаются вопросом жителей Твери. Этот самый вопрос мы адресовали психологам. Что они говорят, расскажем в следующем сюжете. Мелкая ДТП в Твери стала поводом для большой разборки автовладельцев. Словесная перепалка, как это часто бывает, переросла в драку. Вначале под горячую руку, или точнее ногу, попала дверь машины такси. В ответ ее владелец вооружился палкой и тоже добавил иномарки оппонента царапин. Затем дело дошло и до личностей. Размахивая палкой, словно шашкой, мужчина побежал за вторым водителем. Чем закончилась эта пешая погоня автомобилистов, неизвестно. Но в интернете это видео вызвало бурную реакцию. Джедай. Правда, палка не светится. Людей озлобили совсем. Это было прямо перед нами. Где-то, видимо, пропущено начало, но я видел, как белая резко по встречке обогнала такси. В этот момент подумал, что проще было бы отпустить ситуацию, но товарищи по-другому решили. А ведь все могло бы закончиться европротоколом и ремонтом. Но итог – нервы траты денег и времени. Впрочем, разборки на дороге явление частое. А в последнее время инцидентов стало больше. Автовладелец Дмитрий Любимов с подобно сталкивается едва ли не каждый день. Но мат и кулаки, уверен мужчина, дело последнее. Я пытался подрезать и наказать за какое-то, как ему кажется, некорректное поведение на дороге другой участник движения. Я постарался от него отстраниться, как-то прижаться, снизить скорость, чтобы он уехал и успокоился. Если я раздражен, я могу проявить агрессию, но не в отношении других людей. Я просто стараюсь это сделать как-то внутри себя. Драки происходят и в общественном транспорте. Скандалы с матом, кулаками и даже выбиванием стекол. Попутчики дерутся между собой и с водителями. Только причины этих инцидентов – не свободное место, маска или открытое окно. Они кроются куда глубже. Все дело в пространстве. Урбанизация сократила личное пространство людей, и они пытаются защитить таким образом свои границы. Плюсуются к этому и разные понятия этических норм. Еще одна причина всплеска случаев агрессии – стресс, охвативший мир на фоне эпидемии. Он дал отсроченную реакцию. У любого психологического и психического процесса есть своя динамика. Как разворачивается событие и как оно проживается человеком. Кто может самостоятельно переработать этот стресс, у них реакции менее заметны. Кто не умеет справляться с такими ситуациями, у них, конечно же, накапливается большой уровень тревоги. Тревога – это ожидание чего-то плохого. Неизвестно, откуда это придет. Как с этим справиться. И человек, он как бы настораживается, занимает такую боевую стойку. И думает, что все вокруг враги. С агрессией так или иначе сталкивается каждый человек. Но реагируют все по-разному. Мы спросили у жителей Твери, как обычно действуют они. У нас никакой агрессии нет. У нас один позитив. Вокруг видим только позитивных людей. Стараюсь избегать таких моментов. Пытаюсь уладить конфликт нормально. Ну, разговариваю с людьми. Как бы, ну, без агрессии. Ну, ты стараешься спокойно относиться к этому? На агрессию тоже нельзя отвечать агрессией. Ну, более спокойно себя ведешь. И это верно, подтверждают специалисты. Главное, не дать негативным эмоциям волю, считают психологи. Но и молчать, и проявлять безразличие тоже не стоит. Он действительно раздражается еще больше, потому что он-то хочет повзаимодействовать. А вы отказываетесь от этого взаимодействия, и ему важно добиться этого взаимодействия. Поэтому, если действительно нужно ответить, то постарайтесь сделать это как можно нейтральнее, не заинтересованнее. Самая лучшая тактика — это освободить агрессору его пространство, за которое он так отчаянно борется. Причем порой не осознавая этого. А чтобы самому не стать тем самым скандалистом, психологи советуют найти для себя способы расслабиться. Спорт, прогулки, путешествия, сон. Если не помогает, то всегда можно обратиться к психологам. Специалист может быть платный, частный. А есть и другой вариант — позвонить по круглосуточному телефону доверия Центра психического здоровья 55 17 18. Звонок бесплатный.